Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Ну что ж, видео очень-очень женское, на мой взгляд, видео очень-очень интересное. Те, кто кликнули на это видео, прекрасно понимают, что речь пойдет о том, почему же нам, женщинам, так важно иметь брендовую, желательно люксовую и желательно узнаваемую сумку. Знаю, сейчас очень многие напишут, либо просто подумают, что для меня это не важно, я выше всего этого. Поэтому сразу могу сказать, что речь пойдет все-таки о большинстве женщин. И для большинства женщин важно иметь, повторюсь, люксовую, брендовую, узнаваемую сумку. Мало кто согласится из тех женщин, которых я имею в виду, к которым я, наверное, отношусь сама, иметь очень дорогую, эксклюзивную сумку, но по которой никто не сможет определить, сколько же она стоит. Итак, снимая свой стрельстайл, я пришла к очень простому умозаключению, которое родилось из того, что я наблюдаю. Я много раз рассказывала, как я выбираю людей для своей съемки. Очень часто я вижу цветовое сочетание, очень часто я вижу сочетание форм. Издалека я вижу своих стрельстайлеров, и когда они подходят ближе, я уже, как правило, смотрю на них через объектив камеры. Объектив камеры очень искажает то, что могу увидеть я, и то, что я вижу в камеру, потому что все зависит от того, как падает освещение. Но я заметила, что определенные, скажем так, образы считываются совершенно точно и четко. Это прежде всего образы так называемых дорогих сумок. Если издалека я вижу кроссбэк, очень часто меня критикуют за название этой сумки, на мой взгляд, это сокращенное название, конечно же, от кроссбодибэк, но я называю его кроссбэк, я даже не знаю почему, возможно, здесь в Италии эту сумку точнее так называют, поэтому я тоже позволю себе называть кроссбодибэк, прежде всего, кроссбэк, прежде всего, потому что я так привыкла, и мне удобно. Так вот, если я издалека вижу, как мне кажется, хорошо одетого человека, прежде всего, женщину, я вижу, допустим, образ, я вижу какую-то форму сумки, я вижу ее цвет, и я уж точно, поверьте мне, не вижу лейбл, и не могу определить, тем более глядя через объектив, очень часто только на монтаже мне удается разглядеть, что же я сняла и засняла и отсняла, так вот, я не могу увидеть, дорогая это сумка, либо недорогая сумка. Я вижу лишь силуэт, удачный, либо неудачный, я вижу лишь сочетание фактур, удачное, либо неудачное, а также сочетание цветов. Вот именно таким образом я вижу стрит-стайл. И для меня лично это в который раз является доказательством того, что дорогая одежда, брендовая одежда, дорогая сумка, либо брендовая сумка, явно узнаваемая, никак, совершенно никак не влияет на то, как видится наш образ окружающим, считывается ли эта компоновка, этот ансамбль, как удачный, элегантный, красивый, либо нет. Раз таки снимая, но прежде всего монтируя свой стрит-стайл и видео о стрит-стайле, я обратила внимание, никак не забирает, но и не добавляет красоты образу, тот простой факт, что у этой обладательницы, у этого стрит-стайла, точнее у этой обладательницы красивого ансамбля, речь идет прежде всего об одежде, имеется в руках, либо на плече, какая-то дорогая, узнаваемая, так называемая, брендовая сумка. Также я обратила внимание на сумки, потому что в комментариях очень часто мне стали писать, Яна, почти все итальянки с дорогими сумками. Я честно могу сказать, равнодушна к сумкам, крайне редко их использую, крайне редко их ношу, и для меня это, конечно же, очень красивый аксессуар, но который меня лично обременяет. Я предпочитаю как аксессуары, допустим, платки шейные, либо очень-очень яркую обувь, много раз об этом рассказывала. Но я именно благодаря своим зрителям, которые оставляли комментарии, обращали мое внимание на дорогие брендовые сумки, стала обращать внимание на итальянок с дорогими брендовыми сумками. И действительно, для меня до сих пор остается открытым вопрос, у всех ли итальянок настоящие сумки, либо имеются сумки-подделки, потому что иногда мы видим на стритстайле, в тех видео, на тех снимках, на тех кадрах, которые я в итоге монтирую, действительно огромное, именно огромное количество дорогих сумок. У меня, если честно, как у человека, который здесь живет, который знает, какая средняя зарплата, который знает, сколько стоит обучение ребенка в школе, либо в саду, либо в частной школе, либо в частном саду, у меня, на самом деле, остается, повторюсь, знак вопроса, открытый, настоящие ли это сумки, либо все-таки это реплики, либо прямо-таки непосредственно подделки. Я могу ошибаться, но мне почему-то кажется, что это исключительно женский взгляд на суть вопроса. Большинству из нас все-таки кажется, что дорогая сумка в руках делает нас более стильной, даже более красивой и уж точно более элегантной. Потому что если бы мы спросили мужчину-стилиста, либо мужчину-дизайнера, либо даже витриниста, он, возможно, бы даже искренне удивился такой постановке вопроса. Я поняла и отследила за собой, что когда я смотрю на женщину, которая в руках имеет дорогую сумку, а повторюсь, именно по сумке мы можем судить, что эта сумка дорогая, потому что на ней имеется явный узнаваемый лейбл. Мы не можем оценить обувь, мы можем только догадываться, сколько она стоит. Мы не можем точно идентифицировать пальто и кто был его производителем. А вот сумку мы считываем совершенно точно и сразу. И могу сказать, что здесь, скорее всего, возникает исключительно эмоциональный и психологический момент. Каждая женщина, которая смотрит на другую женщину с дорогой сумкой, она прежде всего задает себе вопрос, а что в ней такого, что у нее такая сумка, что ей такую сумку подарили, либо что ей удалось купить такую сумку. Какая у нее профессия, чем она занимается, она замужем, либо не замужем. Возможно, она слишком молода для такой сумки, тогда возникает снова череда вопросов. Но что она из себя такого представляет, что у нее такая сумка? И таких вопросов тем больше мы задаем, но прежде всего, самим себе, если мы подобной сумки не имеем. Потому что когда у нас одна такая сумка, вторая такая сумка, в общем-то, к этим вопросам, к этим моментам мы действительно становимся достаточно равнодушными. Но пока мы желаем подобный аксессуар, пока мы не можем его получить, мы задаем себе вопрос, смотря на женщину, которая держит в руках, либо носит на плече действительно дорогую узнаваемую сумку, а что в ней такого, что она эту сумку смогла получить? Что в ней такого, что она умеет делать, что она знает, что у нее эта сумка уже есть? Поэтому, дорогие мои зрительницы, я всегда настаиваю на том, что для того, чтобы красиво и стильно одеваться, действительно можно иметь малый бюджет. Есть также категория модниц, которым однажды становится мало, просто хорошо выглядеть, просто понимать, почему вот этот образ, он классный, почему вот эта компоновка, она действительно удачная. Нам становится как будто бы скучно, и мы усложняем себе задачу. Как я часто говорю, любая, кто может одеться на 1000 долларов, на 10 000 долларов, должна однажды научиться и проверить себя, может либо не может одеться на 100 долларов. И здесь я совершенно точно могу сказать, утверждаю и вообще, наверное, никогда не отступлюсь от этой идеи, что да, в определенные моменты нашей жизни, когда нас встречают по одежке, нам необходимо выглядеть дорого. Но, если речь идет о стиле, если речь идет о том, чтобы классные образы уметь собирать, я убеждена, что это можно сделать при минимальных бюджетах. Поэтому, отвечая на вопросы в комментариях, имеют ли большинство из итальянок сумки брендовые, и так ли это влияет на образ целого, на ту картинку, которую в итоге мы получаем, которую мы видим в отражении в зеркале, и что именно к такому аксессуару стоит стремиться, на него стоит, возможно, копить, и тогда образ сложится, могу совершенно точно сказать, что нет, образ не сложится, если у нас в руках просто дорогая классная сумка. В то время, как образ может совершенно точно сложиться, может быть очень модерновым, очень классным, актуальным, модным, стильным, но самое главное, украшающим нас самих, даже если в руках у нас прямо-таки сумка вязаная, которую мы сами себе связали, даже если в руках у нас шоппер, который мы купили за пол евро в ближайшем супермаркете, даже если в руках у нас вообще нет такого аксессуара, как сумка, можно выглядеть классно и очень хорошо. Наличие дорогой сумки не является гарантом того, что ваш образ, либо образ вашей соседки, либо образ вашей знакомой будет классным. Если это так, то дело совсем не в сумке, дело в том, что она умеет компоновать вещи, а если это не так, то это только подтверждает то, что я сказала. Дорогая сумка – это просто дорогой аксессуар, за которым стоит прежде всего наш интерес, очень часто наш женский интерес к обладательнице этой сумки. А почему она ее имеет? А что она такое знает? Что она умеет, что у нее эта сумка уже есть? И возвращаясь к своему видео, где я рассказала, точнее это видео называлось «Все хотят Биркен», где я попыталась рассказать, почему сумка Биркен – одна из самых популярных сумок на этой земле, где мне многие написали, что нет, я такую сумку не хочу, даром она мне не нужна, и я думаю, что все, кто того видео смотрели, читали и комментарии к тому видео. Я думаю, что такая реакция, бурная реакция к моему видео и к такого огромного количества негатива лично ко мне и такого вообще огромного количества комментариев под этим видео думаю, были вызваны как раз таки тем, что никто не увидел во мне, лично во мне женщину, которая должна обладать такой сумкой, может обладать такой сумкой, потому что в представлении многих такая люксовая сумка должна быть, возможно, у женщины, которая выглядит вот так. Ну или вот так. Кстати, цвет, размер данной сумки, если я не ошибаюсь, даже характер кожи полностью совпадает с той сумкой, которая была показана в видео. А может быть, вот так должна выглядеть женщина, в чьих руках, может быть, и должна быть дорогая сумка. А может быть, даже так. Не знаю, на самом деле, что вызвало такую бурную реакцию со стороны всех, практически всех, кто то видео посмотрел, при этом бурную негативную реакцию, но факт остается фактом. Ну что ж, по традиции, в конце подобного видео я, конечно же, пожелаю всем, кто хочет оказаться на пейшн-волне, ее поймать, находиться там так долго, как хочется, с максимальным комфортом. Я же на этом с вами прощаюсь. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.